Маринское направление сейчас одно из самых горячих на Восточном фронте. Украинским воинам приходится ежедневно отражать десятки атак противника. Какая там ситуация, смотрите в репортаже наших коллег. На Маринском направлении интенсивность боев нарастает с каждым днем. Россияне пытаются проложить себе путь до Покровска и разбивают об украинскую оборону все новые и новые резервы. Военные едут на один из самых опасных участков, которым стремятся завладеть оккупационные войска. И чем ближе к передовой, тем опаснее становится дорога. Около линии фронта приходится прятать машину и дальше идти пешком из-за активности вражеских дронов. Так безопаснее. Россияне мгновенно реагируют на движение и открывают огонь. Сожженные автомобили и техника вдоль посадок постоянно напоминают об этом. Новомихайловка. Населенного пункта, как и соседних сел, фактически больше не существует. Они полностью разрушены российской артиллерией и авиацией. Оружейная канонада здесь не смолкает. Один из участков Маринского направления уже полтора года держит 79-я Таврийская бригада. В первых боях здесь комбат «Хорт» участвовал еще летом 22-го. Роман отмечает, за это время значительных успехов россиянам удалось достичь лишь в уничтожении населенных пунктов. Снарядов для этого у них хватает. Особенно под какую-то задачу штурмовые действия. Это все у них накапливается. И в короткий период ведется очень мощный массированный артиллерийский огонь. Общая цель – завладеть Донецкой и Луганской областями в целом. Но какой здесь они хотят иметь успех, мне непонятно. За последние месяцы россияне усилили натиск. Десантники вынуждены отбивать по несколько десятков штурмов ежедневно. Противник атакует то маленькими группами, то колоннами, несет потери и отступает. В ходе наступления противника для украинских воинов начинается адское время. Вылезают. Вон еще третий вылез. Их там было пятеро, три еще там. Выстрел. Есть разрыв. Из-за постоянных вражеских атак артиллеристы работают практически без отдыха. Россияне штурмуют и украинской пехоте нужна огневая поддержка. Расчет Александра в день выпускают до сотни 105-мм снаряда. Но давление россиян не уменьшается. У меня такое чувство, что мы словно с Китаем воюем, потому что я реально не знаю, где они их столько берут. Просто наших парней очень жалко. Фронта держим, но что люди гибнут – это плохо. Чтобы отразить атаки и сохранить жизнь у украинских пехотинцев, работают все. Экипаж танкистов 1-й северской танковой бригады тоже поддерживает десантников в окопах. Танкисты пытаются как можно скорее навестись и открыть огонь. В такие моменты дорога каждая минута. Очень часто выезжаем по 3-4 раза в день. Отрабатываем одним залпом по 15 снарядов осколочных и останавливаемся. Один из продуктивных вечеров был, когда удалось уничтожить полсотни единиц живой силы и развернуть 3 единицы бронетехники. Помогают и пехоте, и артиллерии авиаразведчики. Их дроны здесь не прекращают дежурство. Продолжение следует...